Добрый день! И как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве и все, что с ним связано. В том числе сегодня мы поговорим о нашем городском движении, об автомобильном движении, об организации дорожного движения. Все мы столкнулись с заторами в центре города, все мы ощутили на себе это перекрытие улицы водопроводной. Безусловно, это вынужденная мера, безусловно, это очень нужные городу работы, это часть маршрута Север-Юг. Тот маршрут, который в этом году уже должен все-таки в Одессе поехать. Да, надо немного потерпеть, но вместе с этим мы делаем все, чтобы минимизировать эти заторы. Понимая, что те решения, которые были их недостаточно и все равно вечерний пик, это скопление машин на этом участке достаточно большое, мы приняли еще одно решение. Мы запускаем дополнительную полосу автомобильного движения в сторону улицы водопроводной по Старосиной. Эта полоса будет выделена специальными водоналивными блоками, дабы избежать каких-либо ДТП и это столкновение, так как эта полоса будет выделена на улицы, которая всегда была односторонней и которая и будет впоследствии односторонней после того, как будет восстановлено нормальное движение по водопроводной. Поэтому уже сейчас мы ведем эти работы и эта дополнительная полоса совсем скоро начнет свою работу. Уверен, это серьезно поможет разгрузить центр города в час пик. Также, говоря уже и это развивает тему нашего дорожного движения и запаркованных автомобилей, которые тоже, безусловно, мешают в часы пик. Хочу сказать о том, что в этом году мы существенно увеличим штат инспекторов по паркованию в нашем департаменте транспорта и также будут закуплены эвакуаторы. Это позволит более эффективно работать самим инспекторам и жители города должны это понимать. Те, кто паркует машины в неустановленных местах, что их могут не только наказать административно, но и также их автомобиль может быть эвакуирован. Хочу, чтобы эту информацию тоже все имели в виду и это парковались только в установленных местах. Тем более, те парковки, которые на сегодняшний день в городе есть, в дальнейшем будут все муниципальные. Опыт уже достаточно хороший в этом отношении у нас есть. И от темы дорожного движения, конечно, хотелось бы все-таки вернуться к самому городскому хозяйству, куда без него. Мы уже говорили о бесхозных территориях. Хочу сегодня вернуться опять к этому явлению более детально. И вот почему. Наши районы и администрации совместно с департаментом городского хозяйства уже завершили работы по инвентаризации бесхозных территорий в каждом районе. И теперь мы четко понимаем по каждому району города, сколько и какие у нас бесхозные территории. Что значит, собственно, бесхозные территории? Это не какие-то участки земли, поросшие бурьяном, на которых можно что-либо сделать, построить, установить или еще как-то использовать. Это говорит о том, что есть у нас объекты, есть участки, которые не находятся ни у кого на балансе. Зачастую это детские майданчики, какие-то спортивные майданчики. Это объекты, которые были выполнены за счет общественного бюджета, но так и не были переданы никому на баланс. Это и зеленые насаждения, которые есть в нашем городе и также не находятся ни у кого на балансе. Так вот, инвентаризация уже выполнена. Мы четко понимаем, где и что у нас есть. И сейчас наша задача закрепить за каждым таким объектом балансодержателя, который сможет в дальнейшем как санитарное состояние поддерживать, так и ввести текущий ремонт. Чтобы и внешне, и технически эти объекты были в нормальном рабочем состоянии. То есть мы думаем не только о том, что нам что-то надо сделать и построить, но и о том, что в дальнейшем нам это надо содержать. Тоже очень немаловажно. Ну, на этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю, говорим о самом важном городском хозяйстве. До новых встреч!